Привет, с вами Олеся, вы на канале Forest Home Life. Я очень люблю изящные ножи и сегодня решила поделиться с вами топом самых симпатичных джентльменов, которые есть в нашем магазине. Одна из главных черт джентльменского ножа это красота. Конечно, это субъективная вещь, разные модели могут нравиться разным людям, но, как мне кажется, если дело касается настоящего джентльмена, вряд ли у кого-то повернется язык назвать его страшненьким. Дизайн таких ножей обычно разрабатывается с учетом элегантности и стиля. Они должны быть не только функциональны, но и быть частью образа, как аксессуар. Как правило, джентльмены сделаны из качественных премиум материалов. Также здесь имеет значение размер, ведь огромный нож не положишь в карман классических брюк. Конечно же, джентльменский нож никого не испугает, но вообще-то и не должен. Традиционно складные джентльмены были без замка, со слип-джоинт, поэтому предлагаю начать с классики. Пропер. Первый нож от Benchmade со слип-джоинт. Принадлежит к синему классу, подойдет для большинства EDC задач. Открывается с помощью дола двумя руками. Не очень удобно, но часто слип-джоинт обуславливается тем, что во многих европейских странах запрещены складни, открывающиеся одной рукой. На клинке премиум сталь, порошковая S90V. Она устойчива к коррозии, точить вы ее будете очень редко. Рукоять приятная, выполнена из карбона. Он часто используется в джентльменских ножах, ведь он прочен и переплетение его нитей тоже придает стиле дизайну. На обухе есть насечки, чтобы взять другой хват и выполнить более тонкую работу. Можно поставить темляк, клипсы нет. Следующий нож Бекер Барлоу. Мне не шибко нравится своей механикой, очень туго открываются. Зато сталь на нем отличная N690. Нож выглядит немного олдскульно, наверное, благодаря странной слегка изогнутой форме, рукояти из карельской березы, отсутствию темлячного отверстия и клипсы. Обух разной толщины. Там, где потолще, для более грубой работы, а здесь для тонкой. Весит всего 55 граммов. На очереди изящный стильный скэмп от Винаев. Он очень тонкий и легкий, открывается с помощью продольного отверстия на клинке. Сталь порошковая CPM S35VN. Считается одной из самых качественных. Спуски вогнутые, такие используются для аккуратного бритвенного реза, но не предназначены для грубой работы. Впрочем, странно использовать малютку джентльмена в экстремальных условиях. Рукоять выполнена из титана. Клипсы и темлячного отверстия нет. Дизайн минималистичный, но очень стильный. Следующий нож от итальянской компании Lion Steel. Ее основал мастер Паулета вместе со своей женой в 1969 году. Сейчас бренд развивают их сыновья. Как правило, компания использует сталь высокого качества. И именно она выпустила следующий нож – Best Man. В руке лежит приятно, вся геометрия рукояти сглаженная. Тоже двуручное открытие. Форма клинка похожа на модифицированный Боуи. Сталь – отличная Беллер М390. Рукоять сделана из оливкового дерева. Больстер и тыльник – титановые. А вот этот нож, как по мне, поинтереснее – Zero Tolerance 0230. Его придумал датский дизайнер Йенс Ансо, который сделал свой первый нож из старого напильника с помощью шлифовального станка и дрели. Спустя годы он стал всемирно известным дизайнером, который сотрудничал с такими компаниями, как Бекер, Фокс Найвс, Зиро Толеранс, Кершоу и Спайдерка. По словам Ансо, он вдохновляется абсолютно разными вещами от архитектуры до ювелирных изделий. Модель 0230 мастер разработал для комфортного ношения на каждый день, сделав его компактным и легким. Кстати, надо сказать, что из всех слип-джоинтов, что мне удалось подержать в руках, у этого самая приятная и мягкая механика. Сталь порошковая 20CV, обработанная Stone Wash. Забавная форма клинка, шип-фут. Рукоять карбоновая. Обратите внимание на кольцо для темляка. Это фирменная фишка дизайнера. Он такое делает на многих своих моделях. Клипсы не предусмотрены. Очень стильный, удобный и приятный ножик. Слип-джоинты закончились, и дальше я покажу вам один из самых популярных джентльменов в нашем магазине SEO. О нем и его дизайнере я уже рассказывала в видео про складни от CRKT. Если вам интересно, обязательно посмотрите. Этот джентльмен размером с ручку разрабатывался для городского ношения на каждый день. Мне кажется, этот нож больше всех подойдет к строгому костюму. Сталь 8-хром-14 молибден ванадий. За свою цену весьма неплохо. Обработка сатиновая. Есть один шпенек, который вписывается в дизайн довольно интересно. Рукоять выполнена из нейлона. Замок, лайнер-лок. CRKT называет этот нож предназначенным для успеха. Дальше CVV-рустик. Отличный ножик с дамасском на клинке и интересной формой. Сталь сочетает в себе гибкость и твердость. Замок-бэк-лок. Рукоять SG10 с карбоновыми вставками. В комплекте идет кожаный чехол с клипсой для посадки на ремень. Мне кажется, если подарить его не нажиману, он все равно будет носить ножик с собой. Выглядит очень клево. Идем дальше. Джимсон от Fox. Нож с очень элегантной геометрией, если можно так выразиться. Его разработали штатные дизайнеры. Клинок извлекается с помощью небольшого флиппера. Изготовлен из нержавеющей стали марки 440C. Недорогая, но прочная. С сатиновой обработкой. На обухе есть дополнительные спуски. Рукоятка достаточно цепкая. Выполнена с использованием стальных лайнеров и текстурированных накладок из хорошо знакомого G10. Имеет замок-лайнер-лок. Механика достаточно приятная. Есть клипса с глубокой посадкой на карман. Однопозиционная. Неплохой бюджетный джентльмен. Конечно, нельзя забыть о Нори от Бекер. Его придумал Мацуна, создатель авторских коллекционных ножей из Японии. Вообще, у него есть собственный бренд, но мастер также сотрудничает с компанией Бекер. Нож открывается флиппером без усилий. Механика очень легкая. Никаких люфтов. Мне такое нравится. Замок-лайнер. Клинок из хорошей стали WG10. Обработан продольным сатином. Рукоять карбоновая. На ней есть односторонняя мягкая клипса и отверстие под темляк. В комплекте идет вот такой темлячок из кожи. И последний нож в нашем списке Киршоу Лаунч 12. Это прям воплощение итальянского стилета. Его главная фишка, наверное, в полуавтоматическом замке баттон-лок, который выглядит как просто дизайнерский элемент. На клинке CPM 154. Обух разной толщины. Алюминиевая рукоять довольно необычной геометрии со вставками из карбона имеет переставную клипсу с глубокой посадкой. Отверстие для темляка не предусмотрено. Несмотря на несколько футуристичный дизайн ножа, мне кажется, черная мини-версия вполне подойдет к костюму. Кстати, еще мне очень понравился финский джентльмен от Бриса Пилли. О нем я подробно рассказывала в прошлом видео о скандинавских ножах. Выглядит очень необычно. Сталь отличная LMAX на рукояти Микарта, замок, лайнер. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, следите в инстаграме и заходите в магазин, чтобы выбрать себе джентльмена по душе. С вами была Олеся. Пока!